Здравствуйте! О событиях региона расскажем в информационной программе «День Республики» в студии Буэнта Катанова. Участие калмыка в Великой Отечественной войне «Исторические мифы и борьба за восстановление справедливости» – так звучит тема круглого стола, приуроченного ко Дню памяти и скорби. Во встрече приняли участие кандидат исторических наук Мерген Гаряев, кандидат филологических наук и публицист Николай Манджиев, главный научный сотрудник Калмыцкого научного центра РАН Уташ Ачиров, народный поэт Калмыкии и председатель правления Союза писателей Калмыкии Эрдни Эльдышев, председатель комиссии по государственным языкам и национальному наследию Общественной палаты Калмыкии Василий Циренов и главный редактор газеты Хальмык НН Евгений Бембеев. Речь шла об исторической правде фактов военного времени. Говорили также о депортации калмыцкого народа. По словам экспертов, отдельные авторы редакции различных изданий допускают публикацию недостоверных сведений об участии калмыцкого народа в Великой Отечественной войне. В планах объединения сил ученого блага наследия республики, выпуск совместных работ и проведения исследований по указанным темам. По сведениям профессора Максимова, на фронте сражались до 28 тысяч калмыков. Только калмыков, а уроженцы калмыки 40 с лишним тысяч. Из них 16 тысяч калмыков погибли на фронтах и в плену. Ну, вы знаете, в 43-м году калмыкова обвинили, ну, по сути, в предательстве, измене Родины. Это была такая верховная клевета. И вот прошло почти что 80 лет. И дело в том, что вот эта клевета, она и сегодня повторяется. А в декабре исполняется 80 лет ссылки нашим народам. Мы будем говорить о жертвах этой ссылки. Только по данным историка Бугая, к концу 48-го года умерло 44 тысячи калмыков. Ссылки. Вот представьте, 44 там, ссылки, 16 тысяч. И после этого находятся авторы, которые говорят о предательстве калмыков. К другим темам. У жителей села Джалыкова конфискована лодка за браконьерство. Мужчина незаконно установил сети и выловил 23 особи частяковых видов рыбы. Также нарушителю назначено 200 часов обязательных работ. Установлено, что 56-летний мужчина, зная о запрете применения сетей всех видов при любительском и спортивном рыболовстве в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне, при помощи лодки незаконно выставил в воду запрещенные орудия лова сети в местах нереста и на миграционных путях к ним. Указанным способом он выловил 23 особи рыбы частяковых видов, причинив ущерб федеральным рыбным запасам. С учетом позиций государственного обвинителя, смягчающих вину обстоятельств, суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде обязательных работ сроком 200 часов. Приговором суда также конфисковано в доход государства лодка, посредством которой произведен незаконный вылов рыбы. Как бороться с бессонницей и чем опасен недосып? По статистике у 40% россиян есть такие проблемы. Нарушения могут привести к заболеваниям нервной системы, а также это дает нагрузку на сердце и другие органы. Выявляется головная боль, неспособность долго концентрировать внимание, у пешеходов и водителей повышается риск стать участником ДТП. О том, как наладить сон и предотвратить появление хронического недосыпания, рассказал доктор медицинских наук, председатель общества сомнологов Астраханской области Владислав Петров на встрече с калмыцкими врачами. Отметим, что это второй визит специалиста. В прошлом году он также проводил лекции и принимал пациентов. В подавляющем большинстве случаев сама бессонница непосредственной угрозы для жизни не несет. Но, опять же, очень важно учитывать, что когда это состояние развивается, то меры по ее коррекции нужно, конечно, принимать как можно раньше. Потому что запущенные формы инсомнии или иное название бессонница, они ведь чреваты определенными последствиями. И бессонницу легче вылечить тогда, когда это состояние развилось остро и внезапно. Или имеет очень короткий промежуток времени, нежели лечить хроническую бессонницу, которой пациенты страдают от нескольких лет. И уже развиваются вторичные синдромы эндокринные, недостаточные, расстройства нервной системы, патологии, кардиоваскулярной системы. Отметим, специалист высокого класса находится в Республике по приглашению регионального Минздрава и главного врача Республиканской больницы. Поставленная задача нашим президентом – это продолжительность жизни в среднем 78 лет к 30-му году. Это важная задача, которую нужно решать комплексно, со всех сторон. И в данном случае, конечно же, нарушение сна – это дополнительный элемент увеличения продолжительности жизни. Проводил Владислав Владимирович прием уже в нашей Республике до последнего пациента. Достаточно большое количество записалось на его прием. Причем он будет осматривать пациентов не просто как сомнолог, а также еще и как оториноларинголог. Именно в части нарушения таких, как перегородки носовые, какая-то патология, патология горла, гортани и так далее. Какие-то другие специалисты в этой области – это очень редкие специалисты. И не так просто пригласить этих специалистов из федеральных центров именно к нам в Республику Калмыкия. Поэтому мы очень рады и говорим большое спасибо Владиславу Владимировичу за то, что он принял это приглашение и приехал к нам. Почти 2000 работающих жителей Калмыкии получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет. За первый квартал этого года его получили 1940 трудоустроенных родителей на общую сумму более 38 миллионов рублей. Такие данные проводит региональный социальный фонд. Отметим, в этом году максимальный размер пособия увеличился до 33 281 рубля. Для неработающих граждан пособие по уходу за ребенком до полутора лет стало частью нового универсального пособия, которое назначается с учетом нуждаемости. Представители ансамбля «Тюльпан» провели мастер-класс. В дни летних каникул они показали воспитанникам детских танцевальных коллективов Республики сложные технические элементы. Рассказали об основах хореографии, умении держаться на сцене. Кроме того, опытные артисты поделились тем, как передавать эмоции зрителям. Мне понравилась очень сегодня постановка ансамбля «Тюльпана». У них все было технично, трюки, движения, все четко было. Мне очень понравилось. Мне нравится ездить по разным городам и смотреть, как другие ансамбли танцуют. Мне понравилось то, как они все выполняют. У них это выглядит очень красиво и очень аккуратно. Этот мастер-класс мне дал много возможностей. Я думаю, что в будущем приду к ним. Обрести танцевальное мастерство не так-то просто, говорит руководитель ансамбля Савар Катаев. В первую очередь нужно оттачивать каждое движение, выучить шаги, связки и ориентироваться на партнеров. Проводя этот замечательный проект, который рабочее название имеет у нас «Искусство детям», мы преследуем цель популяризации калмыцкого танца, популяризации искусства, музыки, вокала и, конечно же, привлечения будущих молодых кадров в отрасль культуры. Сегодня у нас в гостях наши хореографические коллективы, которые в последующем поступят в колледж искусств, поступят в другие учебные заведения России. Наши коллективы также пополнены ряды. Сегодня есть у нас потребность в кадрах, как в хореографических, так и в других направлениях. И сегодня я хотел бы поблагодарить всех артистов ансамбля «Тюльпан», потому что сезон, во-первых, пройден огромный. У нас более 100 концертов, более 20 городов России, и, знаете, под конец сезона еще работать класс-концерт, это, знаете, не в каждом коллективе такое. И я благодарен, что сегодня они делятся действительно с ребятами и понимают, насколько важно сейчас ценить свою родную культуру. Центр военной подготовки «Воин» торжественно открыл патриотическую смену «Время героев» на базе оздоровительного лагеря «Лесная сказка». На полигоне курсанты показали тактику огневой подготовки. Игровая модель смены позволяет ребятам глубже узнать об основных исторических эпохах. Тематическая смена познакомит ребят с культурным прошлым нашего народа, творческим наследием, боевыми традициями наших предков. Важная роль отведена и мероприятием творческого плана, где участники смены смогут раскрыть свои таланты. Также в программу включены интеллектуальные игры, викторины и лекции. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в АПТВ «Зеленой точки» и Ростелекома, на сайте kalmtv.ru, а также на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин